приветствую дамы и господа очень рад что все собрались сегодня и я так думаю что еще в течение какого-то время будут подключаться новые слушатели но мы в любом случае производим запись данного вебинара и однозначно его выложим в сеть его закончим так что те кто не успевали упадет на какую-то участь могут уже послушать его в записи я хотел бы кратить ставится и впоследствии рассказать собственно что мы делаем и что мы предлагаем рынку на сегодняшний момент меня зовут николай водокину и я в течение последних 15 лет являюсь серийным предпринимателем и сделал достаточно большое количество различных проектов в область блокчейн я пришел два с половиной года назад и начал свой путь с майнинга и успел за это время построить достаточно большую майнинговую компанию в которой до сих пор являюсь и участником и совладельцем но полтора года назад я начал присматриваться к такой области как айси он и блокчейном начал заниматься уже не с практической точки зрения такой как допустим майнинг а уже с более широкого спектра возможных его применений по большому счету хотелось бы дать наверное несколько модных по поводу того что такое блокчейн и как он вошел в общем-то в мир и какие преимущества привнес но понятно что то что мы часто подразумеваем под блокчейном это напрямую валюту да то есть это bitcoin как первая в общем-то криптовалюта которая дала ход ну всей этой области всему этому рынку но по большому счету bitcoin однозначно являлся не более чем скажем так тестовой площадкой и примером того как можно использовать и как можно использовать данную технологию ну что из себя представляет блокчейн он представляет из себя по сути реестр базу данных до которые все записи повторяются и дублируются многократно на большом 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 количестве устройств то есть если говорить про словами то это такая технология которая подтверждает многократно подтверждает одно и то же событие ну представьте себе что ведет бухгалтерию сотрудник компании один сотрудник компании ведет бухгалтерию и второй тоже ведется две учетные книги и в конце месяца производится сверка и в результате сверки можно однозначно сказать что все записи вернут теперь посмотрите что в данном случае случае блокчейна сверку осуществляют миллиарды пользователей то есть он продублирован на действительно миллиардов устройств и таким образом ошибки быть в принципе никакой не может ну вот если представить себе и говорить на каком-то простом языке что это такое да можно конечно же представить себе такую ситуацию что вот есть там большая площадь на которой находится там не знаю там тысячи человек на этой площади в городе находится и на этой площади происходит какое-то событие да ну например какое-то представление да или слона проводит на площадь и в результате вся эта тысяча человек увидела что этот слон на площади есть и что и каждый из них сделал запись все я видел слона в результате тысячи человек подтверждают что слон там был опять же если блокчейн работает когда что пятьдесят один процент подтверждение обозначает что событие верное соответственно если там хотя бы три или четыре или пять человек нет я этого не видел то все остальные по крайней мере они подтверждают что они ты и это обозначает что транзакция произошла быть и было и подделать это событие нельзя значит соответственно есть целый набор характеристик который позволил этой технологии занять очень серьезное место в экономике мировой смысл этой технологии заключается в том что она работает на таком распределенном децентрализованном реестре и на нее нельзя повлиять то есть подделать эту запись которая производится по каждому событию невозможно в принципе второе серьезное преимущество данной технологии она заключается в том что достаточно высокая транзакции но конечно нужно сколько угодно по этому поводу спорить и говорит что bitcoin тот же самый он переполнен и очереди забиты и транзакции происходит медленно но тем не менее сейчас на рынке существует достаточное количество блокчейнов других кроме биткоинов которые решают эту задачу вот но тем не менее это все равно намного быстрее чем осуществление а здесь вы все равно получаете транзакцию там за 20 минут тире там два часа и ваш следующий момент естественно цена транзакции это очень все дешево то есть как бы цена транзакции безопасность и невозможность ее подделки и скорость это какие-то три базовые отличительные черты блокчейна как технологии естественно говоря о биткоине как о наиболее часто применимой истории для демонстрации и технологии мы говорим только лишь о системе переводов денежных средств но на самом деле естественно спектр применения технологии блокчейн намного более широк и все равно мы всегда говоря о блокчейне говорим о вот этом же базовом принципе когда большое количество людей децентрализованное подтверждение того или иного той или иной транзакции давайте поговорим о том какие сферы применения могут быть у блокчейна помимо непосредственно самой криптовалюты и помимо того что мы можем переводить деньги из точки а в точку б на самом деле спектр применения очень широк и сейчас начинает появляться огромное количество проектов которые которые применяют совершенно уникальные его особенности возникновение так называемого смарт-контракта чем дальше пойдет речь на блокчейне совершенный такой вот прорыв технологический в этой области и спектр применения блокчейна начал расти именно из-за того что были введены смарт-контракты и появилась появился блокчейн эфириум который поддерживал нету переводы денежных средств но и смарт-контракт что такое смарт-контракт смарт-контракт это обычный контракт который заключается между пользователем а и пользователем б да то есть покупатель и продавец поставщик и заказчик что угодно между ними заключается смарт-контракт смарт-контракт сам регулирует отношения между пользователем а и пользователем б то есть смотрите я заключаю с вами смарт-контракт по которому я обязуюсь осуществить поставку оборудование из точки а в точку б я это продавец вы являетесь покупателем и вы обязуетесь мне оплатить денежные средства в утвержденном объеме когда товар будет доставлен из точки а в точку б смарт-контракте это прописывается полностью и изменить это все невозможно то есть здесь невозможно никогда не невозможно никакого рода мошенничество и невозможно нарушение пунктов его работы отсюда и возникает собственно ключ к успеху поскольку вот давайте просто приведем конкретный пример мне очень мне очень нравятся примеры и способы применения блокчейна которые сейчас начинают все больше и больше появляться вот я начал говорить про доставку и с удовольствием про это расскажу чуть подробнее вот буквально шесть по моему с половиной месяцев назад был заключен контракт тестовый буквально можно сказать между питаем и сша и поэтому смарт-контракт из китая в сша отправлялся вагон пшеницы этот вагон был снабжен gps трекером на эфириум и смарт-контракт была положена сумма денег которая должна была бы списаться в тот момент когда собственно груз достигнет точки назначения в результате как это работает смарт-контракт обе стороны заключили сторона покупатель отправила в него сумму денег это сумма денег лежит смарт-контракте поставщик же обязался отправить груз поставщик а трус как только по gps трекеру груз достиг точки деньги автоматом списались вам кажется что это на самом деле достаточно примитивная история но тем не менее на самом деле она экономит огромное количество человеческих ресурсов то есть наличие этого смарт-контракта полностью исключает такие огромное количество человек могли бы следить за этим процессом секретари логисты контролеры что угодно да то есть на самом деле весь этот подход полностью исключать человеческий фактор здесь невозможные ошибки здесь невозможен обман это очень красивый и понятный стук также мне вот например очень нравится стартап которым смарт-контракты используются для лизинга автомобилей в автомобиле включается такой специальный замок на внутри замка зажигания и этот замок контролирует выплачивается ли кредит за то есть машина появится в лизинг то есть в кредит и соответственно тот покупатель который этот смарт-контракт подписал обязан ежемесячно выплачивать денежные средства за нее размере там 500 долларов месяц он платит свой автомобиль и соответственно если у него сумма списывается по смарт-контракт то есть он платит на него деньги списывает эту сумму и ежемесячно если денег на смарт-контракте нет то в этот момент смарт-контракт перестает выполняться и замок зажигания блокируется на автомобиле после этого естественно автомобиль не едет ему все-таки надо переводить деньги на счет то есть представляете себе это работает на полном автомате здесь нету действительно человеческого фактора нету банка нету сотрудников банка нету коллекторских служб нет ничего то есть все работает в полной автоматике следующий пример который мне тоже очень нравится ну один из спектров применения это пример с гостиничными номерами где карточка которая осуществляет доступ к номеру ну чтобы войти в номер около двери провести она также привязана к смарт-контракт и соответственно эта идея заключается в том что если вы оплату за номер вносите просто в номер пускают если деньги закончились и вы не сумели заплатить то соответственно вас уже внутрь не пустит то есть вот подход он опять же демонстрирует нам то что конечно однозначно на сегодняшний день это такие точечные сферы применения где эти стартапы начали работать но в то же самое время естественно однозначно это все новая технологическая революция и поэтому собственно интерес и такой хайп вокруг блокчейна и прессу потому что у него огромное количество сфер применения и она внесет значимость блокчейна в мире значительно выше чем значимость изобретений интернета и если посмотреть цифры как рос рынок интернета и как росла капитализация рынка то рынка блокчейн и скорость его распространение превышает скорость распространения интернет по моему что с чем-то раз вот то есть мы понимаем что на самом деле интернет облицователи к по большому счету средств доставки информации а блокчейн применяется в огромном количестве сфер в экономике в финансах бухгалтерии в тех самых вещах про которые я вам рассказал смарт-контракт и тогда то есть намного более широкий спектр поэтому и значимость его намного выше что же из себя представляет рынок на сегодняшний день когда я пришел на этот рынок сколько я помню общий объем капитализации составлял но там два с года назад составлял менее 10 миллиардов долларов на сегодня этот рынок дороже до 200 миллиардов долларов то есть экспоненциальный его рост колоссально и с каждым с каждым днем на самом деле если вы просто подписаться на какие-нибудь блокчейновые новости мы видим что каждый день десятки и десятки организаций больших значимых таких как банки огромные и коммерс площадки так далее начинают подключать данную технологию вы знаете какое-то время перешел ну стал качестве эксперимента наверное чтобы быть таким более глубоким апологетом этой области и отказался от банковских счетов и обыкновенных карточек пластиковых и начал пользоваться только биткоинами криптовалютами сначала казалось очень сложно потому что очень сложно было оплачивать ну самые стандартные базовые вещи но естественно потом уже за последнее время появилось достаточное количество пластиковых карт которых биткойн счету появилось огромное количество сервисов которые принимают которые принимают собственно криптовалюту в качестве оплаты и вот я приведу такой пример почему это стало удобнее и выгоднее да очень просто вот например покупая товары в амазоне но в самом большом сервисе американском вот посредством биткоинов можно иметь сразу очень высокий дисконт 15 процентов дисконт на сегодняшний день а почему такой процент да потому что транзакции не отзывные и нету чарджбэка то есть купить товар а потом сказать нет он мне не понравился и вернуть его я верну только в том случае если он не работает обманывать магазин купить там какую-то одежду поносить ее три дня вернуть я уже не смогу транзакции не отзывные вот то есть принцип такой и это очень интересно поскольку сейчас с каждым днем все больше и больше магазинов начинают принимать криптовалюты два с лишним года назад я проводил очень очень большую сделку в криптовалюте по продаже дорогущего дома мы закрывали сделку в биткоинах и это казалось просто нонсенсом сейчас же есть десятки наверное сотни real estate агентств агентств недвижимости которые продают движимость за биткоин и ну за биткоина за эфириум то есть сфера применения растет автомобильных салонов которые продают машины за биткоины тоже очень много то есть все больше 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 поэтому и курс растет настолько насколько вы сами можете наблюдать сегодня кстати огромное событие в нашей области на бирже битфинокс было зафиксировано курс перевалил отметку 6000 долларов за биткоин то есть как бы для рынка значимое становится потом снова растет но это стандартная абсолютно история но тем не менее это для нас в той или иной сфере определенный показатель вот я дал сейчас всего лишь некоторое количество вводных и естественно это для но не знаю для того чтобы показать насколько важна сама эта сфера и все что мы делаем по большому счету а она то есть мы ставим основную цель перед собой это развитие естественно блокчейна и развитие тех самых проектов которые приходят в эту область поэтому я хотел бы вам рассказать о том самом криптономикс фонде который мы создали на цели у которого является но помощью рынка естественно получение экономической значимые очень существенно смысл очень простой есть такое понятие как айсио и ниша лукоин офферинг айсио это смарт-контракт который позволяет фондировать проекты то есть привлекать в них средства с большого количества инвесторов вот смотрите раньше естественно понятно что сейчас рынок еще остался но тем не менее вы прекрасно понимаете что такое венчурные инвестиции это когда вы пообщались с каким-то проектом и стартапом вам понравился этот стартап вы договорились на условия на какие-то определенные вы проинвестировали в них деньги и соответственно он вам передал какое-то количество акций своего проекта на эти деньги он проект построил когда собственно проект будет капитализироваться будет на биржу или продаться стратегу вы свои деньги умножите это классический венчурные инвестиции сейчас появилась альтернатива венчурному капиталу это айсио и альтернатива венчурному капиталу заключается в том что теперь собрать средства можно очень просто очень быстро то есть смотрите раньше когда работал венчур проводить сделки можно было только на очень высокие суммы то есть порог входа большой если вы когда со стартапом договариваетесь в принципе общаетесь на уровне того что ну не знаю сделка на миллион долларов да ну на 500 тысяч долларов вы можете проинвестировать и такие инвестиции будут стартапу интересно сейчас же это все вернулась в другую плоскость и естественно стартап готов принять от вас инвестиции в объеме буквально 100 долларов 150 долларов почему но потому что смарт-контракт ему все равно обслуживать и сколько уйдет на это обслуживание то есть раньше бумажные работы для того чтобы структурировать сделку о покупке доли в компании этой бумажной работы было очень много и такую сделку структурировать много месяцев до три четыре месяца среднем здесь же сделки происходит за секунду на том же смарт-контракте то есть что производится производится инвестиция то есть деньги переводится от вас стартапа стартап получает эти деньги выдает вам токен токен это по сути примере да это аналог акции на самом деле есть два один из типов токенов это утиль токен то на чем сейчас в основном весь рынок и профилируется то есть утилити токен это скажем так товарное его применение да то есть это как будто об фронт продать вам услугу или товар который этот стартап потом выпустит другой тип токенов это security акция и сейчас по поводу акций достаточно тяжелым как структурировать такое айсио но тем не менее это реализуемая вещь просто нужно соблюдать все принципы по которым которые относятся к ценным бумагам вот то есть там ничего страшного нету но тем не менее и соответственно есть два типа токенов токен тилите товар да и токен акция security вот соответственно айсио теперь проводится совершенно но айсио заменил рынок вечерного капитала очень быстро как это работает компания стартап подготавливает достаточно количество материалов да то есть делает свой 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 сайт лендинг пейдж пишет большую бумагу как инвестный меморандум или white paper в котором она описывает смысл предлагаемого токена и соответственно открывает и начинает стать на то чтобы на то чтобы в общем то пропонтировать значит айсио проходит по нескольким этапом то есть подготовительный этап он занимает там от двух недель до 4 есть это пиар лаунч когда мы это пиарим рассказываем вам и маркетинг проводим трафик нагнетаем он также длится один месяц и после этого как-то букбилдинга то есть мы открываем продажу и говорим все приходите и покупайте это здесь очень по-разному возникает по срокам как идет да то есть я могу вам привести десятки примеров когда 50 там 30 50 миллионов долларов собирались за 10 секунд за 20 секунд и так далее то есть вот это становится очень быстро но бывают случаи когда-то занимает целиком весь месяц потихонечку нагнетается не успели время пиар лаунча хорошо оснаю аудитория то есть это очень красивый и понятный вариант то есть смотрите порог входа при такой инвестиции стал очень маленьким ушли такие промежуточные организации как банки как консалтинговые компании как юридические компании и теперь цена на проведение айсио стала очень очень низкой минимальная ценовая планка чтобы провести айсио это ну скажем так 250 тысяч долларов а траты на подготовку компании вечер на сделке они как правило намного выше и занимает больше по сроку ну а если говорить про альпио так это вообще это объемы сумм там 35 миллионов долларов на подготовку компании кайпио вот и здесь соответственно мы им следующие плюсы что дает еще рынку она дает стартапу непосредственно самому возможность привлечь фондирование при этом не пожертвовав своими акциями в случае если это утилити топит дает возможность получить эти средства очень быстро и потратить на этот процесс очень мало денег что дает а еще процесс непосредственно токенхолгу будущему покупателю топлива он дает возможность входить входить с минимальной ценовой планкой допустим 100 долларов потратить он дает возможность очень быстрой ликвидности этого токена поскольку если вы купили долю в стартапе вы заморозили свои инвестиции на три года и вы получите деньги когда только это все в общем-то будет продано стратегу или будет а биржу то есть очень нескоро здесь же вы имеете токен который вы сможете реализовать то есть продать уже буквально через несколько месяцев после закрытия силу когда этот токен будет залищен на криптовалютных биржах вот и третье это выгода потому что сейчас можно однозначно следить из следующей ситуации что относительно цены размещения средний рост топи на на криптовалютных биржах на сегодняшний день составляет 20 раз то есть если только на вы покупали за 1 доллар то продается в среднем он за 20 это средний при этом 78 процентов проектов торгуются выше на размещение и 22 процента ниже цены размещения ну понятно здесь тоже рисковая составляющая есть и от нее никуда не деться и теперь смотрите то есть а еще как процесс он очень хорош и он действительно дает рынку новую модель привлечения средств и дает таким холдером новую возможность по сути вкладывать средства и получать доход это понятное абсолютно интересный прерогатив и здесь мы как компания ну я работаю сейчас в компании айси бог естественно в криптономии фан и я вижу рынок с двух сторон то есть здесь вот основное преимущество моей позиции заключается в том что мы как компания которая производит айсио прекрасно понимаем им очень высокую экспертизу в том количестве но в тех стартапах которые к нам приходят то есть мы очень хорошо понимаем их нужды и мы понимаем как это делать сейчас у нас на обслуживание более 30 проектов которые выводятся какой-то ближайшей обозримой перспективе у нас закрытых айсио 6 в процессе сбора средств около семи из этих 32 по моему компаний и остальные просто в разных стадиях проработки и все находятся перед ставка то есть у нас самый большой большое количество айсио проведенных в мире и на самом деле я изобрел порядка 30 токенов то есть сконструировал это тоже максимальное количество в мире который один человек мог сделать вот то есть мы сумели занятие в компании айсио бокс лидирующую позицию как компания которая производит айсио под ключ и здесь с другой стороны я естественно являюсь инвестором в токенах я покупал токены с первых дней и в моем портфеле там более 40 токенов и надо сказать что у меня очень высокий мультипликатор на вложении то есть я прям хорошо их выбирал и хорошо их покупал вот и соответственно это принесло прям очень серьезный доход и я вижу находясь со стороны одновременно со стороны стартапа поскольку мы производители и находясь со стороны инвестора мне удалось найти нашей команде удалось нащупать собственно ту модель которая может очень сильно помочь рыбку помочь стартапом и помочь вам модель это заключается в следующем смотрите цена на проведение все начинается от 200 тысяч долларов казалось бы это очень мало для того чтобы результат то будет шикарным компаниям соберет 10 или 20 миллионов долларов наша средняя тонко 20 у нас медиана то есть средний объем собранных средств составляет 20 миллионов вот и при этом надо потратить его 250 тысяч . казалось бы уничтоженного стартового капитала причем 250 тысяч к зачастую недостаточно чтобы провести шикарные а еще и собрать 30 40 и больше миллионов это самый минимум то есть меньше уже нету да и здесь конечно же хочется делать больше я считаю что оптимальный бюджет на проведение айсио это даже не 250 тысяч 700 пикси и тогда результат будет просто гарантированным великолепным и потрясающим вот на таком уровне действительно можно говорить о том что сбор будет 30 миллионов все будет очень хорошо и абсолютно будет отработано идеально работа смотрите и вот вот отсюда и возникает тот самый продукт который мы предлагаем в рамках фонда то есть мы предлагаем мы собираем средства фонд из которого мы с вами финансируем стартап на проведение айсио логика инвестирования очень простая мы фондируем их на 150 биткоинов на 750 тысяч долларов будем так считать сейчас курс вырос там уже сложно даже представлять на 750 тысяч мы экспансируем bitcoin обзамен мы у них берем 400 биткоинов в виде их вот здесь ключевой момент что мы берем их в виде их токенов они закладывают white paper собственно логику в которой написано что 400 400 биткоинов виде токенов отправляется в адвайзером команде и так далее и нам отдают вот эту часть мы здесь на получаем самом начале то есть как только пир лаунч стартанул мы получаем эти токены естественно у нас есть возможности их очень быстро продавать у нас есть собственные две платформы поток на сейлу у нас есть очень хороший и сильный отдел инвестор relations который входит и продает у нас есть очень хорошие связи с рынком и с фоном что же мы делаем смотрите мы профондировали стартап на 150 биткоинов получили от него обратно 400 биткоинов дальше мы берем из этих 400 биткоинов 300 и продаем их самой ранней стадии получая обратно где-то 225 потому что нужно дать чтобы продать очень рано нужно иметь хороший дисконт 25 процентов и естественно логика такая что здесь зарабатывают все три стороны вы как люди пополнивший фонд деньгами к примеру вы дали 150 биткоинов вы через два месяца получаете обратно 225 потому что мы продали вот эти 300 и получили 225 это очень короткий цикл этот цикл обеспечивается нашей возможностью по продаже то есть мы сейчас каждый стартап продаем но продаем токио процессе еще там на своим ресурсом только без маркетинга к своим ресурсам миллионов на 5 здесь же нам надо продать всего-то на полтора поэтому это делается моментально с таким дисконтом это проходит быстро и того получается что вы дали 150 биткоинах примеру вы можете дать один это неважно я просто пример привожу здесь опять же нет порога никакого порога входа нет вообще вы дали 150 биткоинов обратно получили 225 биткоин то есть плюс 50 процентов вашему капиталу за два месяца если вы сразу вынете все деньги то вы получите 300 процентов годовых до 2 месяца 50 процентов значит 12 месяцев 300 процентов если же вы деньги оставить на следующие то есть дальше их будете прокручивать одно на другую вы получите 1100 процентов годовых то есть ваш вложенный капитал вырастет в 11 раз за год вот собственно в чем заключается суть нашего предложения если у нас очень хорошо проработана партнерская система партнерская программа и если вы выступаете агента то для вас это также очень здорово наша система подразумевает 4 уровня агентских комиссий и на первом уровне вы получаете 4 процента дальше 3 процента так дальше 2 процента на третьем и один процент на четвертом total но сумма 10 процентов то есть мы 10 процентов вам даем с двух сторон и со стороны привлечения капитала и со стороны того самого заработка который потом приходит и старта и того смотрите что получается вы дали 150 биткоинов вернули себе 225 мы как компания операционная тоже естественно на этом заработали у нас осталось 100 биткоинов в токенах компании со стартапом мы взяли 400 300 отдали на обмен вы получили 225 соответственно из 4 из 400 минус 300 осталось 100 100 это наши и мы свои держим уже до самого конца мы не сразу монетизируем монетизируем потом они зависит или частично неважно смотрим уже по нашей стратегии зависит от присмотрите мы остались выигрыша вы остались выигрыша ну и естественно у нас с вами и стартап остался выигрыш потому что он провел потрясающие айсио самой сильной командой на рынке и он естественно собрал очень серьезно колеса тени копейки то есть наш с вами продукт который мы рынку предлагаем это абсолютно уникальная штука это так вот такие hard money для села то есть мы ему даем краткосрочный кредит который сразу же перекрываем его же токенами а поскольку у нас есть ресурс чтобы их продать для нас это без рисково то есть смотрите можно очень по-разному относиться к рискам то есть здесь наша задача на всех наших партнеров ну то есть те кто вкладывает фон деньги обезопасить по максимуму поэтому здесь всегда надо соблюдать уровень баланса доходности и рисков видите если бы мы сейчас пошли по по тому пути чтобы взять у него взять средства примерно у вас 150 биткоинов его профондировать потом все его токены на 400 биткоинов хранить у себя без всяких дисконтов там как 25 процентов на быструю продажу и ждать пока он за листится чтобы продать их потом намного дороже мы с вами были бы в риске потому что а вдруг он не зависит а он за листится и курс топина пойдет вниз то есть много всего здесь же мы делаем совершенно железнобетонную штуку которую риски сводит минимума но при этом есть сокращает доход то есть при таком подходе не может превысить 100 процентов годовых но это от вас зависит если вы сразу вы на литона 300 годовых если вы год держите на 1100 это как бы просто что решили то видео но это совершенно по рынкам но по меркам рынка блокчейна это очень незначительный доход то есть смотрите если бы мы с вами 400 биткоинов его токенами эти токены выросли бы хорошо не в 20 раз как средняя в 10 хотя бы раз да то есть это было бы 4000 биткоин вы вложили 150 получили 4000 то есть это несопоставимо то есть это очень значимая сумма да здесь же вы вложили 150 получили 225 зато абсолютно без рисков и очень быстро а там срок неизвестен то есть там может быть и полгода и и 7 месяцев вот то есть там бы полгода если мы возьмем то получилось бы что это две с половиной тысячи процентов нужно на 2 поскольку это пугут 5000 процентов 5000 процентов но с риском здесь же как вы понимаете максимум 1100 процентов зато без риска и здесь смотрите у нас будет два продукта то есть первый продукт который мы сейчас уже запустили и в которых мы сейчас активно привлекаем средства это вот этот без рисковый продукт наша задача сейчас показать вам потрясающе хороший результат чтобы снялись какие-либо сомнения и чтобы вы это все опробовали и стало интересно опять же чтобы устраивалась агентская структура и все второй продукт будет как раз средний рисковый это тот продукт про который я вам говорю вы сможете положить средства и туда и туда то есть вы сможете здесь гарантированный черт и доход часть его или новые средства неважно как вы сможете класть во второй продукт который будет покупать токены очень дешево с дисконтами в самом начале и ждать пока не залистится но тогда результирующие будет уже 5000 процентов но но непонятные сроки и и рисковость есть там какая-то она выше нуля да она она какая-то есть то есть я все равно ставил перед собой основную задачу сделать продукт в котором риска 0 да конечно мы очень малый доход при этом получаем от 300 до 1100 процентов но тем не менее вот собственно базово я рассказал то что мне хотелось и я с удовольствием бы поотвечал на ваши вопросы вопрос уже какие-то начинают являться надеюсь и давайте тогда уже в режиме вопросов и ответов постараемся дальше поработать так вот есть первый вопрос вопрос только в том смогут ли они потом токены продать так ли хорошо получится как он обещает вопрос это в этой схеме только в этом смотрите токен это продаем мы на самой ранней стадии то есть на стадии pr лаунчи и у нас есть возможность это очень небольшой объем токенов то есть смотрите моя задача скинуть токен за биткоин то есть в самом начале да еще здесь 25 процентов за два-три дня то есть мы мы на себя это берем и мы трудаем то есть смотрите мы с вами берем прям запас то есть мы как говорим да что мы вам начисление произведем через два месяца на самом деле пир лаунч начнет через месяц и мы берем для себя еще за месяц целый чтобы реализовать только нас таким дисконтом обычно нам нужно два-три дня на это то есть сейчас мы на каждый проект сами привносим где-то порядка сами продаем на пять миллионов через наши платформы где же нам надо продать всего на полтора никаких сложностей поэтому мы и перекрываем нам важно продать как пройдет его еще ничего не важно мы скидываем токенов самом начале поэтому здесь отсутствует какие документы и договора получает инвестор но это договор оферты и он же он сервисе прикручен то есть вы являетесь смотрите вы являетесь лимитед партнером фонда то есть как бы собирается портфель вы являетесь акционер портфеля классический кайманский фонд то есть здесь как бы я вы знаете делать то что я например не юристы я понимаю хороший вопрос и я подготовлюсь конечно чтобы на него отвечать и мы в любом случае отдельно сделаем семинар с нашим главным юристом который вот вот этот вот весь вопрос будет очень подробно рассказывать спасибо очень хороший вопрос мы обязательно будем на него отвечать возможен ли вывод телодепозита если да то есть какой срок конечно через два месяца то есть каждые два месяца выводить тело то есть мы мы холодим только на два месяца через два месяца у вас 22 счета будет в системе отсчет это депозитный счет один счет это расчетный счет на депозитным счету лежит лежит ваше тело допустим там 10 биткоинов на на расчетный счет попадут пять биткоинов которые заработают через два месяца эти пять биткоинов вы можете вывести сразу вы можете взять ваше тело перевести на расчетный счет и вывести сразу это ваше дело вот а можете наоборот взять то, что вы заработали, и поместить обратно в депозит, как угодно, то есть это все абсолютно гибко. Высокорисковые продукты будут и высокорисковые продукты, но вы знаете, совсем высокорисковых продуктов не будет, то есть, смотрите 5000 процентов, это уже до 10 около средней рисковой, это второй продукт у нас появится, вот, а совсем высокорисковых, я даже не представляю, что здесь высокорисковая, вы поймите, что риск определяется той экспертизой, которую мы применяем при отборе этих стартап это основная риск составляющая когда мы инвестируем и ждем прихода токен то есть здесь у нас экспертиза максимально возможная на рынке то есть смотрите мы отбираем в эту программу стартапы которые отвечают трем ключевым требованиям аудитория токенхолдеров полностью должна пересекаться с аудиторией юзеров проекта проект экономика токена не должна иметь ну не должна иметь верха да то есть он он должен улетать до максимума то есть он должен в 100 раз вырасти это должно быть заложено в его экономическую модель третье каждый проект должен привносить сферу применения в блокчейн очень важные характеристики мы отдаем предпочтение проекта у которых хорошая большая команда у которых продукт уже сделан они вперед они на него заработать деньги которые желательно уже в нуле или в плюсе то есть кэш-флоу позитивстика компания плюсует зарабатывает уже день то есть мы очень хорошие отбираем проекты в основном это конечно американские стартапы из силиконовой долины мы находимся в сан-франциско наш центральный офис здесь второй офис в лондоне и третий сейчас москве открывается но остановить и здесь и я в общем-то живу работать вот и сейчас конечно мы отдаем предпочтение американским проектом в большей степени но отчасти русским потому что иногда приходит просто грандиозные совершенно продукты которые нам точно рынок порвут и конечно очень хочется что касается пайплайна но списка что продукт который к нам приходит он очень большое количество заявок мы получаем сейчас мы получаем порядка 100 заявок в день вот и из этого мы отфильтровываем одну-две мы выбираем которые нам нравится соответственно мы имеем внутренний инвестсовет я возглавляю и также все наши коллеги и джейнгл партнерсов фонде голосуют за прием того или иного стартапа вот и соответственно мы принимаем таким образом решение крипто базар это уже реализовал вы поймите никто не может реализовать нашу схему потому что в нашей модели ключевым момент является то что айсио производим мы и мы не даем деньги в воздух то есть смотрите мы когда фонтируем стартап на производство осен на те же самые допустим 750 тысяч мы 750 тысяч ему не дали мы сами на них производим все действия то есть мы делаем маркетинг мы делаем видел юридическую всю конструкцию всю технологическую основу делаем пиар медиабаинг огромное количество всего там спектр из 40 задач вот и соответственно никто такое реализовать не может не в мире кроме на нет конвейера по запуску у нас конкуренции нет ни ближайшее время не появится будет ли смарт-контракт с вами на передачу вам бетисе управление в управление но мы обязательно и чтобы мы могли подключать наших голосованию за проекты это появится перспективе просто вы знаете мы очень-очень сейчас спешим и уборь сжатые сроки даемся все все выстроить конечно будет нужна помощь в проведении айсио где найти информацию айсио бокс . а йо наша компания называется и конечно заходите с удовольствием можете мне написать можете нашим ребят айсио большинстве случаев бабло сбор в чем такая уверенность в успехе но не прямая но айсио это замена венчуры венчур это бабло сбор да айпио это тоже самое да ну ребят ну понятно что рынку нужны крутые проекты другим проектам нужны деньги чтобы стать крупными ну то есть что все хорошо работа с вами на смарт-контракте но вот будет на смарт-контракте но там функции голосовальные смарт-контракты закладываются офисы будут открываться официальным как представитель туда будет очень много сказал вам только те которые открыты это сан-франциско лондон и москва а дальше будет целый по регионам россии открываться очень много мы будем держать во всех курсе купит ли люди даже диском весь объем чтобы вернуть нам инвестицию нашу часть однозначно да наша возможность сбывать в течение месяца токинг на 5 миллионов а тут необходимо сбыть их только на полтора поле с дисконтом но это около чуть чуть больше одного миллиона конечно да это простая и логичная история где отрегистрирован фонд кайманы будет ли переведена платформа для инвестиции на иностранные языки английские люди но она изначально на английском это ее сейчас с трудом на русский перевели один единственный вопрос такого рода один единственный вопрос такого рода компании в связи михаил одинаково не понял вопросу где-нибудь видно инвестиции компании чтобы видеть работу самой компании да будет видно в кабинете в мониторе какие профондированные айсё и какой какой по ним прогресс конечно где в какой валюте размещается сегодня на сегодняшний день мы по мы принимаем биткоины и банковские ваеры только две валюты но мы добавим все мы просто подумали что что нету необходимости добавления большого количества криптовалют поскольку в основном все-таки люди пользуются виктори но можем можем добавить все чтобы по запросам будем действовать они дала какие оси реализовала ваша компания можно ли их название токены конечно это гигаватт парагон токен старс собственно и все мы вам представим список из закрытых и силы тех что в работе и если будет несложно я попрошу ребят чтобы добавили то есть и ну сейчас закрыток 6 и 32 в работе но мы можем весь список показать там совершенно не жалко нам точно там не чем гордиться почему не взять деньги в крупных венчурных фондах у которых есть миллиарды почему именно собираться людей а смысле на но в чем как бы смысл брать увечена фонда где мы же сами наша задача наша задача предоставить рынку активу венчуру то есть все что мы развиваем это все альтернативы венчуру вот и соответственно но понимаете дело все в том что у нас то есть вкладчики которые венчурные фонды то есть кто кто фонд деньги заливает вы имеете ввиду конечно то есть прям достаточное количество но большинство венчурных фондов есть определенные проблемы с этим и черный фонд не размещает деньги так он размещает деньги в обмен на акции и потому что так структурированы его принцип инвестиций и а мы соответственно а мы это просто вклады принимаем то есть обычные такие субструктуры которые из венчурных подразделений к нам инвестируют но у нас есть инвестиции за чернофон чем нормально такой лимит инвестиционного пулу по какому временному графику планируется его увеличивать сейчас предел который мы собираем портфель 1 то есть портфель 1 его максимально как это 40 миллионов долларов а у портфеля 2 который среднерисковый его 100 миллионов долларов но портфель 2 будем выпускать в течение месяца то есть сейчас пока еще не доступен формируется ли какой-нибудь фонд от криптономикса для гарантирования выплат инвесторам это конечно естественно это же как раз в этом смысл и идет что мы что есть первая составляющая которая на 300 биткоинов реализация токенов производится да это отдельная структура а 100 биткоинов которые мы зарабатываем в токенах да это отдельная структура . конечно вот 1 фонд это и есть он для вы гарантированного выплат инвесторами естественно два таким приветствуем вопрос такой если нужно собрать на предель мир определенную сумму 1 ноября например 150 bitcoin если сумма не берется к этому дню то что будет со средствами дальнейшие инвестиции пока не будут не будет определенной суммы нет у нас а вы имеете ввиду что вот смотрите что собрали мы например что вы имеете ввиду что там идет дискретность по 150 bitcoin да я конечно понимаю это по разному все то есть вот сумма вот у нас упала к примеру сейчас там 500 биткоинов да мы можем 3 еще запустите 50 биткоинов на следующий период перебегут да вы про это говорите нет они будут в этом мы своими закроем и и и дадим ход чтобы запустить деньги инвесторов в тот момент когда он пришел то есть мы своими доложим чтобы чтобы до концовочки все до все добрать то есть деньги не будут перенесены вот эти кончики остаточки да они не будут переноситься вот конечно планируется ли фонде создание или резервного капитала для чего нет не планирую то есть когда не очень пони зачем а один из вопрос в виде с развитием этого рынка подобных компаний сейчас становится много единственное что остается сделать это будет самым перспективным и адекватным а выбор сводится к единственному вопросу вы сказали что сейчас есть уже сделанные проекты те которые в данный момент видите где можно посмотреть этот формат сейчас сейчас добавим и увидеть сколько процентов прибыли вам удалось избить из успешных проект ну конечно да вот по моему портфелю только на при я сам покупал но это не только нами произведенные там конечно шикарный то у меня с половиной кс на весь капитал вот но тем не менее а что касается которые мы сделали и которые вывели конечно да но вы обратите внимание что мы ваши токены скидываем до того как проект выглядит до того как у него сила завершилась скорее всего да там кроется а еще разочек просто песню это есть подготовительный этап он занимает от 2 до 4 не в этот момент через четыре недели начинается пиар лаунч то есть начинается массированная рекламная компания и он длится еще один месяц еще четыре недели минимум и вот в этот момент открывается сама и все то есть вот после двух месяцев открывается сама и сел когда все люди могут покупать токены мы ваши токены продаем из один месяц когда начинается пиар лаунч самом начале то есть намного раньше чем осел саму стартанул где в москве можно адрес и время работы офиса в 10 часов офис работы порог входа ваш порога входа в наш проект по моему он какой-то минимальный на уровне 100 долларов насколько я помню минимальный размер инвестиций 100 долларов а где можно посмотреть убедиться в том что вы способны продать месяц на 5 миллионов ну нигде вы посмотреть ним не можете наверное только отзывы взять у наших проектах могу ссылки дать позволить им спросить его посмотрите по проектам где я являюсь адвайзером по тем проектам которые но там не знаю прогон из последних до который собрал под 100 миллионов один из ну самый большой из проекта которые мы делали то есть ну как бы там намного больше но продавали то есть но тут знаете тут этот как бы вопрос такой это вилка какие-то случаях мы на 15 продаем то есть это очень сильно от проекта зависит но меньше пяти ты особо не продавали своими руками а еще расскажите процент дохода на инвестиции за два месяца 50 процентов 150 к примеру положили 225 получили ну или условно здесь сложили 15 получили ну плюс 5 да то есть 50 процентов сверху по заработать тело осталось здесь пятьдесят процентов сверху за годы вот процент так у меня чуть провиснулось несколько вопросиков один фонд на есть крупные и ваших фондов какие суммы но вы знаете у нас наверное я бы так сказал что по-моему самая большая сумма 2 с половиной миллиона долларов это альтер это нам давал но могу уточнить может быть больше это я просто курировал и помню так можем надо уточнять потому что я в самих продажах не участвую я больше как раз в процессе от проекта занимаюсь стороной взаимодействия со стартапом только сколько рынок еще будет существовать то есть но мы очень строим долгу историю большую то есть мы хотим на том что при том что мы сейчас то являемся однозначно лидерами в мире по производству и села и мы естественно хотим свои позиции в этом сохранять и только наращивать нашу долю рынка и естественно подход при котором мы производим айсио на приличную сумму и делаем супер качественные услуги для наших проектов для которых мы производим конечно же бесплатно условно мы же с вами фондирует вот и естественно вряд ли кто-то сможет с этим конкурировать несколько будете считать проекта видно по инвесторам будет таким вы компании взяли на сюда да да мы естественно все внутри покажем интерфейс вы поймите что сейчас конечно интерфейс очень простенький и мы его дорабатываем дорабатываем а дальше здесь на сделать максимальную прозрачность нам там есть скрывать точно уж нечем николай как на ваш взгляд рынок будет меняться и что будет через год где будет ваш проект в деньгах и сколько будет стоить bitcoin знал бы прикуп но смотрите мы это все тут вообще планировали что bitcoin перешагнет оценкам там 6000 декабрю что-то видеть пошло не так и это произошло сегодня вот ну то есть конечно мой прогноз такой что к концу следующего года bitcoin 10 тысяч долларов перевалит сложно в этом сомневаться что касается нашего проекта мы будем выйти на промышленную мощность в 50 и силу в месяц постоянном режиме вот опять же к концу следующего года сейчас наших копать порядка 25 то есть сейчас мы хорошо и качественно обслуживаем 25 вместе потому что еще два-три месяца но тем не менее сейчас дадут такси мы уже не двоится вы хороший спикер спасибо будет ли предоставляться пол инвесторов инсайдерской информации нужно покупать только на который выпускать значит это и есть второй пакет фонда как раз да вот второй пакет который я вам говорил средний рисковый это возможность покупать токены очень хороших проектов не только тех что мы профондировали с приличным дисконтом то есть там очень много рыночных рынка соберется с максимально возможным дисконтом токенов не только те что идут по нашей программе и к этому набору мы сейчас разрабатываем и она у нас уже есть в этой версии очень серьезную большую аналитику это как и полностью аналитика маркета но и это аналитика который накладывается на отдельно взятый каждый проект поэтому да конечно будет фонд не занимается майнингом если нет то почему этот фонд не снимается майнингом у нас есть в планах создания майнинговых портфелей впоследствии потому что мы все-таки значимые специалисты по майнингу и мы умеем это делать но сейчас первый портфель будет все-таки посвящен именно вот и продуктам про которые мы говорим такие hard money подвесил второй продукт это будет возможность инвестировать в портфеле токенов с высоким дисконтом ну как индекс рынка да то есть можно каждый отдельно покупать можно нашими наборами покупать мы просто оптиме предлагать вот дальше 3 3 продукт нас вообще будет это криптовалютная корзина там просто предела по инвестированию нет и мы такую хитрый тех что внутрь не забираем индекс всех криптовалют и вот туда можно будет инвестировать но потом я думаю до майнинга берется зачем вам инвесторы если в ближайшем будущем вы сможете полностью сами финансировать и ближайшем будущем я сейчас могу финансировать очень большое количество и все по 250 тысяч на уровне проекты до старта вложили сами продали когда на то конечно естественно мы же этим и занимаемся если бы я не инвестировал таким же способом собственные средства я бы наверное не предлагал то есть здесь там задача расширить вовлечение чтобы потом собирать намного больше вот и расти намного быстрее то есть мы-то естественно все это инвестируем фондируем это очень выгодно вот вопросы закончились спасибо вам большое семинары подобного рода у нас будут достаточно регулярностью я думаю что это будет порядка раз в две недели я буду выступать может быть почаще но посмотрим